И вот для таких случаев в Киеве открылся первый мужской стационар. Давайте посмотрим. Катились слёзы на холодный кафель, Но перестань, не плачь, приятель, Но поднимайся по чуть-чуть, Давай, давай уже, давай. Рот закрой! И так тошно, ищет ты. Ой, здравствуйте. Ну давай, да не бойся, садись. Садись, как раз свободная койка. Ой, ты тут пока с мальчиками познакомься, А я пойду доктора найду. Господи, молодые все такие. Шо, новобранец, Добро пожаловать в третью нелетающую эскадрилью. Ну что ж, располагайся, знакомься с распорядком. А когда у вас подъём? А нет здесь подъёма. Есть только в 8 часов утра конец отбоя. Подождите, а как же подъём? Нет такого слова. И вообще в нашем отделении мы Некоторыми словами не пользуемся. Ясно, салага? Ну что, знакомься, это Пахан. Почему Пахан? А он единственный, кто успел зачать ребёнка. Я, значит, Серёжка-вампир. Вампир? Угу. Почему вампир? Там совсем всё плохо. Даже в зеркале не отражается. Ой, ех. Какой кошмар. Слушайте. Ну что, можешь за знакомство. Ну давайте. Где мой стакан? Да и он на тумбочке стоит. Нет такого слова. Расположен. Расположен. Как говорится, шо бы... Серёжка. Шо бы хотя бы деньги были. Закусить дайте, чё-нибудь. На, держи. Хлебушек вчерашний. Сильно немягкий. Твёрдый, что ли? Нет такого слова. Есть только очень сильно немягкий. Понял, я понял. Ладно, не надо кричать. Слушайте, нормально вы тут устроились? Мы вас с женой, кстати, еле нашли. Шо у вас на отделении написано овощехранилище? Поверь мне, курить рядом со входом в овощехранилище не так стыдно. Ну, смысл сохраняется. Подтекст опять же. А как это лечится-то вообще? Да по-разному. Кому таблетки, кому полы. Вон, терпили мазь пропишали. И что, помогает? Пока намазывает вроде, да. Потом опять ничего. Понятно. А вы-то как сюда все попали? Да все по-разному, ты знаешь, что с возрастом у кого травма. Травма? Ну да, он мужик, четвёртая палата. Прикол, слышишь. Решил во время дождя в чистом поле попис. А, простудился? Да нет, там в истории болезни написано поражение молний. Боженька сверху. Нет, штаны снизу. А с этим что? Это Михалыч. У него редкое заболевание. Карликовость или лилипутство отдельных частей тела. Вон, на растяжку положили. Понятно. А терпило-то, чё такой грустный всё время сидит? А, сколько его помню, ни разу не вставал. Лежачий. Ах, пойду покурю. Давай. Пол шестого. Сейчас обход будет. Ох, ёшки. Добрый вечер. А чё приуныли? Как чувствуем себя? Как малыш? Как малыш? Можно вес увеличить. Так, Ниночка, раздаём линейки, будем меряться. Меряемся, меряемся. Как говорится, лучше семь раз померять, чем один отрезать, да? Так, больные, пришло время осмотра. Ниночка, прошу вас. Осматриваем. Осматриваем. Ну что ж, Ниночка, в этой палате все стабильно тяжёлые. Спасибо, идите. Да. Ну что? Как дела? Как настроение? Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. А я вас ищу везде. А вы? А я жена Спиридонова, вот. А, знаете, если честно, именно с такими грустными глазами я вас и представлял. Доктор, что у нас там? Что за проблема? Давайте снимочек посмотрим. Смотрите, у нас, значит, вот так. А должно быть вот так. Понимаете, да? Максимум, чем вы добились, это вот так. И что? Нет никакой надежды? Не, ну нет надежды, это вот так вот, понимаете. Не переживайте, у меня есть одна идея. Протестируем нервные окончания Спиридонов. Да, протестируйте, пожалуйста. Повернитесь. Не поясничайте, Спиридонов. Внимание. Ну что ж, должен вас обрадовать, у вас самый верный муж. Доктор, скажите, ну что, нельзя никак проблему решить? Ну, я не знаю, ну, ну давайте что-то придумаем. Может быть, кому-то из врачей дать? Женщина, вы чью проблему решить собираетесь? А что же делать нам-то? Бороться, бороться с Спиридоновой. Если ситуация ухудшится, мы подключим вашего мужа к аппарату «Искусственная пипка». Ну что вы так огорчаетесь? Нельзя, нельзя сдаваться. У меня знакомый, импотент с детства, и ничего. Прекрасная семья, жена, четверо детей, и все от него. А знаете почему? Потому что главное это верить. Я пойду верить. Идите верить, идите, Спиридоннелла, идите. Доктор, скажите, пожалуйста, и много же нас таких? Вот посмотрите в зал, посмотрите. Вот все, все, кто не смеется над этим номером, все наши пациенты. Правда? Конечно. Я понял. Так, а сейчас все в актовый зал. А что? Привезли звезду, поднять вам хотя бы настроение. А кто приехал? Кто приехал? Группа «Мозги» приехала. Ничего себе! Поднять! Привет, ребята! Здорово, братан! Привет, дракония! О, ты! Привет! Подать! Привет! А можно своткаться? Конечно. А где мне встать? Нет такого слова. Расположиться! Расположиться, конечно. Давай! Давайте я сниму. Давай, сфоткаемся, а то, что она не поверит, что ты тоже. Опа! Есть! Есть! Супер! А вы как сегодня встречаете? Группа «Мозги»! Какая группа «Мозги»? Ребята! Недавно в Киеве появилась клиника израильской медицины. Уникальность этого медицинского учреждения не только в том, что в ней работают ведущие израильские специалисты, но и в том, что это единственная клиника в мире с платным входом. Давайте посмотрим. Салон! Сара Абрамовна! Да, это я, я вас слушаю. Позовите-ка мне 500 евро. Кого? Ну, следующего пациента. А, ну сейчас. Пожалуйста. Здравствуйте. Я извиняюсь у вас на личный с собой. Конечно. Тогда здравствуйте. Здравствуйте. Ну, и кому вы болели до нас? Доктор, прежде чем мы начнем, я хочу поинтересоваться насчет скидки постоянному клиенту. Помните, я был у вас 7 лет назад? Конечно, помню. Вы тот самый поц, который ушел из нашей больницы в наших бахилах. Да. Вот они, кстати, я их подшил. Спасибо. Ну, на что вы жалуете? Знаете, доктор, я больше не могу заниматься со своей женой любовью каждый день. Я вас поздравляю, что такое? Я теряю зрение. Объясните. Не вижу в этом смысла. Ну, хорошо. Ну, попробуйте что-то другое. Да, но за что-то другое надо платить. И что? Что и что? Какой смысл платить за что-то другое, когда рядом лежит что-то бесплатное? Очень логично, я вас понимаю. Хорошо. Можно я вас послушаю? Конечно, можно. Значит, слушайте. Вчера мой еще. Из соседнего дома. Принес какую-то байду. Ротик просто прикройте. И дышите. Дышим. Очень хорошо здесь. Еще дышим глубже. Очень хорошо. Здесь замечательно. Я вас поздравляю. У вас везде есть, что полечить. Слушайте, доктор, вы не юлите. Вы скажите прямо, сколько меня ждет. Пустяк. Мелочь. Вы знаете, вырезать аппетит. Какие-то 500 евро, и об этом можно забыть. Вы в своем уме? Что? Как я могу заплатить 500 евро и забыть об этом? Вы что? Давайте дешевле. Дешевле не получится. Все, у моей доченьки скоро свадьба. Она выходит замуж. Знаете, что? Все. Давайте тогда как-то взаимозачетом. В смысле? Я тоже не последний человек. В смысле. Вот моя визитка. Ух ты. Почитали? Да. Верните обратно. Пожалуйста. Я вам объясню. Все очень просто. Если вы много не заплатите, вы много не протянете. Да? Да. Я вам обещаю. Секундочку. Да, пожалуйста. Так. Катафалк. Костюм есть. Туфли новые. Гроб можно взять в аренду. Да, как ни крути, все-таки жить выходит дешевле. Конечно. Допустим, я согласен. С чего начнем? Для начала вы должны сдать нам, пожалуйста, кровь, мочу и калу. Хорошо. Я вам все это сдаю. А вы мне что? В смысле, я не понял. На что вы рассчитываете? Как это? Вы же некоторое время будете крутить, так сказать, мои активы. Я могу рассчитывать на какие-то дивиденды? Ну, максимум, на что вы можете рассчитывать, что мы вам вернем активы обратно. Ну, с моими процентами. Вы умеете убеждать. Конечно. Давайте посмотрим приз куранта. А тут все очень просто, смотрите. Сделать у нас укол 10 евро. Да. Сделать укол иглой 20. Интересно. Сделать укол с лекарством 30. Да. И сделать укол вам 100 евро. Подождите, что вы ржете? А вот это что за пункт у вас? Расходы на услуги после смерти. А что, вы представляете, идти себе в морг своими ножками? На этом случае у нас есть два водителя-катофалка. Да. Вадик и Серожа. Вадик стоит 50 евро, Серожа 100. Почему Серожа 100? Он по пути делает экскурсию. Я понял. Ну, обзорочка. Извиняюсь. Алло. Я у аппарата. Нет. Нет. Эта операция не может быть дешевле. Нет, она стоит 3000 евро. Я вам уже говорил. Не надо на меня кричать. Не надо повышать голос. Там не накакать, кто ваш папа. Сынок, мойся, иди делай уроки. Перестань звонить. Доктор. Да. Знаете, я изучил полностью ваш прескурант. И что? Я больше не уверен, что мой аппендицит меня беспокоит. До свидания. Подождите, я понимаю, что большая часть болезней лечится калькулятором. Но у вас совершенно другой случай. Аппендицит придется вырезать. Хорошо, вырезайте. Вырезайте, только не выбрасывайте. Я вам обещаю, все, что останется на операционном столе, мы потом завернем вам с собой. Так еще, так это же меняет дело. Конечно. Хорошо, кто мне будет делать операцию? У нас есть два хирурга. Так. Один делает очень плохо, но очень дешево. Второй делает очень хорошо, но очень дорого. И оба таких человека сейчас перед вами. Интересно. Скажите, я могу рассчитывать на какую-то скидку, если переведу вам друга с таким же диагнозом? Боюсь, нет. А если так, если я поприсутствую на подобной операции, разберусь, что там к чему и сделаю все сам? На этом вы не сэкономите. А если я приду сразу разрезанный? Как это может быть? Вы же будете под наркозом. И что у вас наркоз стоит? Очень дорого, но без наркоза у нас очень больно. Подожди, если я возьму наркоз, откуда я буду знать, что мне было так больно, как вы об этом кричите? Поверьте, мы вам сделаем максимально больно, чтобы вы получили максимальное удовольствие от наркоза. Так, хорошо. Еще наркоз действует? За редким исключением. На прошлой неделе был один пациент, которому мы сделали наркоз, но он через силу оставался в сознании, чтобы проконтролировать, что мы ему влили весь наркоз, за который он заплатил. Интересно. Кстати, если будет переливание крови, какая у вас группа, если вдруг? Если вдруг? Да. Если вдруг, самая дешевая. Я был уверен. Так, еще. Подождите, вот эта пижамка, в которой мне будут делать операцию. Да. Я могу ее потом забрать домой? Мало того, что можете. Обязаны забрать домой, потом вернуть нам обратно, после того, что постирали. Она у нас одна. Я понял. Я извиняюсь. Алло. Здравствуйте, Сара Абрамовна. Да, пришли результаты анализа вашего мужа. Я вас поздравляю. Через два месяца можете сдавать комнату. Его комнату, да. Нет, мне не надо. Вам надо? Нет. Спасибо. Доктор, я подумал. Ну? Я согласен на операцию, только я немножко переживаю. Не переживайте, у нас все на высоком уровне. Поверьте, даже нитки, которыми мы зашьем вам брушка, через неделю рассосутся. Рассосутся, то есть исчезнут? Конечно. Нитки, за которые я заплатил, просто исчезнут. Именно. То есть они мои, но их нет. Что вас не устраивает? Вам ни капельки не стыдно, доктор? Боже мой, я не знал, что вы кроме того, что поц еще такая жаба. Хорошо, мы зашьем вам брушка такими нитками, которые нужно достать, и вам будет больно. Доктор, что может быть больнее, чем смотреть, как пропадает твое? Зачем вам 12 сантиметров обычной нити? Значит, зачем? Из нее можно сделать все, что угодно. Что? Что-что. Можно сделать петельку для пуговицы. Можно вырвать молочный зуб нашему Йосе. Да, конечно. В конце концов, когда моей тещи вырезали желчный пузырь, мы потом еще полгода в нем мелочь носили. Очень находчиво. А почему всего полгода? Вышел из моды. Понимаю. Можно вашу историю болезни? Конечно, можно. Значит, смотрите, я родился в 83-м году уже сразу болезненным ребенком. Да просто передайте. Да, извините. Так, ну шо тут? Шо вы мне морочите мои колокольчики? Вам же вырезали аппендицит у нас 7 лет назад. Да. Да, доктор, но у вас сегодня такие скидки, что я не мог пройти мимо. Я вас поздравляю. Операция назначена на 15 мая. Подождите, 15 мая это суббота. И шо? Шаббат. Не переживайте. Операцию будет делать мой ассистент. Он палестинец. Понятно. Да, да, шалом. Спасибо. Все, все, все. Владимир Зеленский. Та Евген Кошовый. 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 Та Евген Кошовый.